Борис Конода летним развлечением предпочел труд. Июньские дни с 8 до 4 проходят на стройке, обед по расписанию, отделочной работы, будущий вид, деятельности парня. Так что сейчас он время зря не теряет, набирается опыта. Я решил какой-то взнос принести моему городу, чтобы после меня какое-то осталось здание, чтобы что-то было рассказать детям. Эти ребята не просто зарабатывают, они часть новой страницы в истории Бобруйска. Каждый день по программе что-то новое – уборка помещений, укладка кирпичей, замес раствора и любая помощь к персоналу. Все под чутким руководством квалифицированных специалистов. Работа на стройке у ребят завершится в конце июня. Основная масса ребят пойдут на отдых. Строительный отряд будет отправлять ребят на работу в открытом акционерном обществе «Красный пищевик». Подсобными рабочими они будут трудиться. Строительство 35-й школы готово на 70%. Остались малярные работы, отделка помещений и фасада, сборка и установка мебели, а также озеленение. Процессы здесь кипят с утра до вечера. Выходные – не исключение. Школу в 7-м микрорайоне, напомним, начали возводить по распоряжению президента. После приезда в Бобруйск этот вопрос Александр Лукашенко взял под личный контроль. За парты дети сядут уже 1 сентября. Строительство на объекте идет по плану. Задействовано около 700 человек, 50 единиц рабочей техники. Остается выполнить около 30-35% всего объема строительного. Неподалеку расположился еще один строительный объект – 85-й детский сад. Тоже строят по поручению главы государства. Задействованы порядка 190 сотрудников. Почти за год тут возвели полноценное здание с крытым бассейном. Здесь осталось всего 35% работ. На данном этапе производится устройство вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы, инженерные коммуникации. Можно сказать, что процентов на 65 работы уже произведены. Сдача объекта планируется к сентябре, в месяц, 1 сентября. В этом году теорию на практику сменит свыше 20 тысяч парней и девушек. Кроме строительных, ребята будут работать в медицинских, сельскохозяйственных, экологических и производственных отрядах. Кто-то потратит первую зарплату на желанную вещь, а кто-то на заветную мечту. Ольга Васинда, Андрей Богдан, Бобруск, 360.